Добрый день, дорогие телезрители! Мы запускаем новый цикл передач, посвященных участникам и героям специальной военной операции. У нас в гостях будут ветераны, мобилизованные контрактники, участники частных военных компаний и многие-многие люди, которые бросили гражданскую жизнь для того, чтобы защищать Россию. И наш первый гость, это наш бывший коллега Владимир Куликов. Он тоже работал на телеканале «Ульяновская правда», но после начала специальной военной операции искал способа попасть в зону боевых действий, чтобы защищать Россию. Владимир, насколько я знаю, попыток попасть в зону боевых действий было несколько. Насколько вообще сложный путь вы прошли, чтобы оказаться там? Ну, сначала я рассчитывал простым охранником поехать туда, в Запорожскую область, но не сложилось. Мониторировал СВО изначально с самого первого дня начала специальной военной операции. Да, хотел попасть. В военкомат обращался три раза, меня не взяли, потому что в 90-е было не модно ходить в армию. Ну, я, по-русски говоря, закосил. Ну, одним словом, мне сказали, не надо, не подходишь, я все хорошо понял. Вот, и здесь всплыла частая военная компания «Вагнер», вот у нас в городе, образовала свой офис, организовала, вот, и я буквально через несколько дней туда ушел. Ну, а частная компания «Вагнер» говорила, что это наиболее сложная служба, они находятся на самых горячих участках фронта. Как вообще родные и знакомые отнеслись к этому решению? Вот, моя супруга, я ее подготавливал очень давно, вот, очень сильно, морально, само собой, потому что я могу уйти. Вот, очень переживала, очень сильно переживала, ну, а когда мне уже пришли билеты, вот, смирилась, то, что я поеду. Ну, вы подготавливали не ее, но и себя в том числе, как нужно самому подготовиться к этому? В первую очередь морально, мне помогли мои прошлые работы, вот, я, кроме как в работе с журналистом, вот, еще и промышленным альпинизмом занимался, я знаю, как побороть страх, что он не вырвался наружу, чтобы он всегда был, истинное самосохранение никто не отменял, это базовый инстинкт, вот, но если страх пропадает, это, это мертвец, вот, во многих профессиях, вот, и я понял, что я страх смогу загнать в любом случае, внутрь себя, и не запаниковать, не побежать куда-то. Что еще входит в подготовку? Возможно, какие-то вещи нужно было, собрали документы, что? Вот, я огромный рюкзак туда принес, в итоге я все это выкинул, от и до, вот, пригодились только носки, вот, носки и нижнее белье, все, вот, ну, зубная щетка, вот, этого там на передовую больно, зубы не почистишь, вода в дефиците всегда была, вот, то бишь, в ЧВК, в тренировочном лагере нас всем обеспечили, форма, берц хороший, кстати, очень хороший берц, мне понравились, вот, рюкзаки, вот, все было, ну, и, само собой, стрелковая подготовка. Про тренировочный лагерь чуть-чуть подробнее, насколько сложной была подготовка, как она выглядела, если можно об этом говорить? Ну, как, да можно, наверное, уже, вот, не все, конечно, но, когда на нас напялили рюкзаки, вот, вот, и заставили туда по 40 килограммов запихать груза, вот, и побегать, и поползать, вот, ползли мы первый раз метров двести, вот, грязь, не грязь, как раз дождик прошел, хорошо было, вот, а форма жалко чистая, вот, было трудно, но потом я понял, зачем это было, вот, там на этой войне надо быстро бегать, она героев не любит, там надо очень быстро бегать, это война, естественно, артиллерии. Я, насколько я понимаю, уже в учебном лагере начали вводиться правила, которые действовали в зоне специальной военной операции, никаких телефонов, никакого алкоголя, вот об этом подробнее, о внутренних правилах. Да, это еще забирают на, так называемом, фильтре, который расположен в нескольких километрах от лагеря, на фильтр все забирают, абсолютно, вот, ни одного гаджета у тебя не остается, ни кнопочных, ничего, вот, вплоть до того, что, вот, из мобильника, из своего, мне пришлось достать SD-карточку, вот, и ее уничтожить прям ниже, вот, и вплоть до, ну, такие вот драконовские законы, там, само собой, никакого алкоголя, сигареты нормально, вот, никакого алкоголя, ничего, никаких психотропных, одним словом, только светлый ум. Ну, оглядываясь назад, эти меры были обоснованы? Вот, очень обоснованы, очень сильно обоснованы, вот, примеры я привозить не буду, которые могут очернить другие ведомства, но они были. В огнерам просто приходилось отлавливать некоторых людей и вызывать их начальство в итоге, потому что те же остыли в состоянии алкогольного опьянения по передовой. Итак, вы прошли полностью обучение с вашим подразделением все вместе, а что дальше, вот, в какой момент отправка произошла, как вы об этом узнали? Вот, построили, вот, строится всегда весь лагерь, вот, что самое интересное, вот, такой-то отряд отправляется завтра на Украину. Ну, все провожают, желают удачи, счастья в личной жизни, вот, желают удачи, вот, и все, и под утро погрузка в автобусы и в Луганской области. Ну, это в этот момент, наверняка, уже было страшно, мандраж. Нет, мы не понимали, куда мы едем, если честно. По фильмам это невозможно определить, вот, абсолютно, вот, в фильмах. Ну, самое приближенное, это, не знаю, там, наверное, ну, да, это старый фильм про Чечню, как, Чистевище. Вот, один из самых приближенных, да. То, что, там, огневой контакт, бывало, вплотную велась. Ты помнишь свой самый первый бой? Вот, да, и мне там даже за него и получил черный, так называемый окопный крест. Вот, ночь, вот, а там ночь, такие-то, апрель месяц был. Вот, ночь, что с закрытыми глазами, что с открытыми. Вот, все равно, темень. Темень страшная. Вот, в лесопосадочке сидим. Ну, и слышим хруст. Командир наш сориентировался быстрее. Он под Донецком воевал, когда-то, в четырнадцатом году. Вот, дал одиночный выстрел, ответ, очередь. Вот, ну, мы из «Скалышниковых» отогнали. Вот, ДРГшники пришли нас пощупить, оказывается. Вот, вот, с розейкой сразу я обращаюсь хорошо. Вот, вот, сразу на командир вышел. Вот, вот, группа такого-то, хохлы. Примерно в Старкит-Бетрах, вот, такая лесопосадка. Недалеко в железной дороге. Вот, там ребята молодцы, их первым же залпом минометным мы и накрыли. И что самое страшное, вот, когда я, вот, тогда я точно понял, куда я попал. Потому что я же не видел, в кого стреляли. В меня, я в кого стрелял, так, можно было закрытым глазами стрелять. Вот, и самое страшное, когда наши накрыли минометами, хохлы по своим же ударили из 152-й. Все, там тапчик даже не осталось. На следующий день пошли, сходили. Поднес снарядом свои, своих же и накрыли, чтобы они в плен не достались нам. Какие эмоции испытывает человек, когда такой бой заканчивается? О чем думает? Мозг опустошается. Думать ни о чем не получается. Просто сидишь и офигеваешь от того, как и то, что ты попал. Дружок, ты хотел? Попал. Вот теперь кушай полной ложкой. Вот. Весь этот ужас. Тогда сразу хотел закончить контракт, досрочно. Вот. Но так как подписал, все, уже никуда не денешься. Пришлось до конца идти в итоге. А потом привыкли. В какой момент ты понял, что уже привык к происходящему? Это когда нас совсем на передовую забросили. Вот. Когда я прыгнул в окоп и увидел наших мертвых пацанов. И мы шли, наша группа шла. Получилось так, что я впереди шел. Вот. И так называемые лисиноры в окопе. Окоп глубокий, вот как этот потолок, наверное. Вот. И от него такие выходы, чтобы можно было выходить. И лисиноры. Такая вот дыра, чтобы туда поместился человек. Вот. И пацаны идут по норам. Оп, 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 оп. Попрятались. Вот. Я гляжу, а мне, наверное, не досталось. Сидит наш парнишка уже мертвый. Вот столько успел выкопать. Это светает уже. А самое страшное в этой войне это две вещи. Это арсиллерия и коптеры. Я понимаю, что если птичка сейчас налетит, а я открытый. Копалось. Я так в жизни не копал. Как трактор шел. Успел выкопать, но недостаточно все равно. Вот. И глина. Земля глинистая очень. Недостаточно. Вот. Я слышу, что зажужжали. У меня больше ничего не оставалось сделать, как просто этим парнишкам накрыться. И весь день я под ним лежал. Если меня видят, я их тоже вижу. Влогами закидываю постоянно. У них смена была. Следующая прилетела. Штук пять контузий я за этот день получил. Примерно. А потом уже, когда ночью затихло, более-менее нормально подзакопался. И копал каждый день потом в итоге. Каждый день сколько-то надо было выкопать. Чем глубже зарылся, тем лучше. С утра птички. Нос вообще из окопа не выставишь, потому что работает по нам все. По нам АГСы молотят. По нам РПГ молотят. По нам СПГ молотят. Сапог, так называемый, с танками гранатомет. Минометы. Польки. Я по звуку уже потом научился определять калибры. О, такая-то прилетела. О, такая-то прилетела. Второй разрыв. Это полька. Она разделяется на три части. И вот, кстати, почти не слышно. Что помогает сохранить психику в таких условиях? Возможно, какие-то талисманы из дома, какие-то вещи, которые помогают остаться психически? Ну вот, я понял. Вот жена мне подарила перед отправкой вот этого чебурашку со скрипичным ключом. Она знала, куда я еду. Потому что я еду воевать в оркестре. Вот скрипичный ключик. И вот лежишь, тебе молотит все это дело. Эту чебурашку достанешь, с ним поболтаешь. Ты вроде как с женой поговорил. Связи не было вообще? Потому что другие подразделения говорят, что выводят, чтобы побеседовать с кем-то. Вот, нет, связи не было вообще никакой. Может быть, где-то и была, но далеко нас просто не повезли бы. Слишком далеко из двух-трех человек куда-то ехать. А вы малыми группами действовали? Ну да, малой группой. Расскажи немного больше об остальных двух своих медалях. Ну, собственно, самая большая, самая страшная операция, которая была с начала СОО, это взятие Бахмата. Да, это взятие Бахмата и медаль за Бахмата. Так называется Бахмутская мясорубка. Вот, как это длилось, как это проходило. Вот, спасал в первую очередь дисциплины, которую вклотили под Краснодаром на тренировочном лагере. Спасало то, что не пили. Расслабляет, расслабиться хочется, а нельзя. Вот, в любой момент. Один раз получилось так, что вот нас перебрасывали на другой участок, там пешком надо было идти ночью. Вот, я отстал. Вот, тут мне было реально страшно. Вот, кстати, первый и последний раз. Вот, у меня был ужас, но ужас какой попасть в плен. Я понимал, что враг находится, примерно, в двухстах метрах. Если меня сейчас рисуют, вот, возьмут в плен, это страшно. К суициду я был не готов. Гранатка для себя есть, но инстинктом сохранения он самый мощный. Вот, я не знаю, как я вышел на своих. Моральное наказание было сильное. На следующий день я весь день стрелял из всего, что стреляет. Вот, и тут такое наказание было на следующий день у меня. Вот, а потом обратно на передок. Вот, да, атаки тоже были. Вот, вот, одна мне запомнилась. Вот, я там счет открыл. Вот, а все остальное так. По-сомалийски, что называется, стрелять. Выснулся и молотишь. Вот, а уже наши коптеры, наши артиллерии, минометы работают по врагу. Вот, а это так, сдерживающий фактор. Огонь на подавление. Такие тяжелые условия наверняка сплачивают людей. У вас сформировалось какое-то боевое братство с товарищами? Поддержите связь и кто? Да, вот, получилось только с одним парнишкой, потому что все те, с кем я пришел из учебки, они или погибли, или трехсотые, все те несколько десятков человек. Ну, получилось так, что обменялись телефонами, только с одним парнишком, вот, периодически с ним созваниваемся, списываемся. Вот, войну не вспоминаю вообще. Не хочется. Хотя до войны я, я фильмы, ой, до ОСВО, вот, я с запоем смотрел все эти фильмы, военные, там, у меня всегда нравились. Какой-нибудь фэнтези мне, покажись, пожалуйста, красивый, и все. Правду говорят, что в окопах не бывает атеистов? Молиться-то мучаешься за долю секунды. У меня сразу сложилась молитва, и я с ней прошел до последнего дня, до крайней, до последнего дня пребывания в частной военной компании. Вот, я каждый день, утром и вечером. А ваши товарищи? Вот, один был очень верующий, но это был такой матерашенник, что даже не верилось. И все у него всегда виноваты, вот, но, тем не менее, он прям, бубу-бубу-бубу-бубу-бубу-бубу. Ладно, вот. Наверное, да, тоже молюсь, просто в душу никто никому не лез никогда. Это в душу во время, в то время, как могут убить в любой момент. Да и дружить-то, Андрей, знаешь, дружить там было страшно. Привяжешься, завтра его не станет. Дружить там было страшно, в том числе. А чувствовалась вообще разница между людьми, пришедшими, ну, из разных мест, скажем так? Кто-то ведь доброволец, кто-то из мест лишения свободы пришел, или все равно? Нет, там все вот это вот, что люди с собой, весь этот груз, который дает тебе цивилизованный мир, вот, мирная жизнь, он отваливается тут же. То же самое у ребят, которые из мест лишения пришли. Вот эти вот все распальцовки слетают через два часа, вот, и все становятся людьми, нормальными людьми. Вот, там очень сильно меняются люди, вот. Я сам понимаю то, что я очень сильно изменился. До этого был так, раздолбай, мягко говоря, ко всему относился с легкостью. Вот, на специальной военной операции я очень сильно поменялся, вот. Теперь врать я вообще не могу, хотя вроде бы журалистом был. Врать вообще не могу. Я понял, что я до войны не любил свою жену, я понял, как я ее люблю сейчас. Сейчас там люди очень сильно меняются, там душу как будто вынимают, вот. Стесываясь с нее все это лишнее, вот, и чистую заслугивают обратно. Считали ли военнослужащие дни, да, момента окончания контракта? Вы же все равно знали, в отличие от Минобороны, военнослужащих Минобороны, что у вас контракт ограничен по времени? Конечно, считали. Часы считали, минуты. Особенно хорошо было... Галидарики дембельские? Нет, этого не было. Просто все знали свое число, вот, на уж пальцы позагибать сможем. Само собой, очень всегда хотелось спать, вот, и сон, это получался такой рывок к окончанию контракта, вот. И самое интересное, нас в лагере предупреждали, вы будете говорить спать под минометными обстрелами. Вот, мы не верили. Спали, только минометы начинают вражеские работать, все, в окопах храп стоит. Вот, значит, не пойдут в автоку. Можно спать спокойно. Вот так вот. А что-нибудь снилось, или это закрыл глаза, открыл сразу? Мозг очень сильно защищался, мне сны снились, знаете, вот, как сейчас детские мультики, вот, иностранные, все розовые, голубые, зелененькие. Вот, мне такого никогда не снилось. Вот, и весь его мозг просто в такую защиту встал, потому что вот у меня вот именно такие вот детские-детские картинки, вот, в мозгу. Вот, и вот, елки-палки. Вот, и всегда только положительные сны, вот, исключительно положительные. Вот, никакого боя, там, что-то там, вот, стрельбы, ничего положительные, все тут. Вот, и, кстати, вот, постам мы с ребятами много разговаривали. Да, всем снялся именно положительные сны, вот, с кем общался, вот, только положил. Ты помнишь последний день в зоне боевых действий, как он бы выглядел? Вот, нас уже отвели, вот, тогда операция закончилась. Бахмутская. Бахмутская мяснорубка закончилась, да. Нас уже отвели на вторую линию, вот, мы просто стояли, можно сказать, стояли в отцеплении вокруг города, чтобы никто не прорвался. На зачистке работали другие ребята, к тому же, вот, когда вы серьезные, ну, которые не по одному году там уже. Вот, они чистили бахмут от ДРГшников. Вот, и когда нам сказали, нет, нас очень долго кормили завтраками, вот, так, ребята, на эти недели, неделя проходит, на эти недели, неделя проходит, да что ты будешь делать? Вот, вот, очень сильно ждали, очень сильно надеялись, вот, и когда нам объявили, знаешь, Андрей, наверное, все-таки обстошенность там все равно была, вот, просто выдохнул, слава богу. Домой, вот, примерно так. То есть, никакого вот этого, о-о-о-о, ничего не было, просто все дружно выдохнули, вот, домой. С какими чувствами ты приехал обратно и в первое что ты сделал? Обнял жену. Пришел на работу к ней с букетом огромных цветов, обнял. А чувства, вот, я где-то только мозгами начал через недели-две возвращаться с войны, вот, я даже, я плохо помню, как я приехал даже, как сел в такси, вот, и я знаю, что я сел в такси, я знаю, но я не помню. Вот, и вот с женой то же самое. Сейчас, вот, сейчас начал ходить к психологу легче, уже легче, уже проще, начал возвращаться мозгами. Тело здесь, мозги пока еще там чуть-чуть. Ну, вот, это как раз мой следующий вопрос был. Какая помощь нужна тем, кто прошел через настолько тяжелые боевые действия? Психологически очень сильная помощь нужна. Ну, это я о себе говорю. Может быть, у кого-то мозги закаменелые, вот, но у меня, видимо, у меня живой мозг, я ничего не говорю, это я знаю. Но вот очень сильная психологическая помощь. Вот, профессионалы нужны, которые именно, вот, лечат, вот, именно вот такие душевные болезни, именно душевные болезни. Вот, не узкие специалисты, а вот, душевные люди нужны, в первую очередь. Вот, ты, само собой, помнишь близких. Вот, помощь близких и психолог хороший. Какие у тебя планы на ближайшую перспективу? Сделать ремонт в квартире, наконец-то доделать. Перед войной не успел его доделать, сам оттащил. Вот, доделался ремонт. Да, работа, вроде бы, наметки есть. Вот, но предложили в охрану идти. Я говорю, ребята, сколько платить-то будете? Они, как назвали цифры, я так, ну, я за эти деньги уже не пойду. Просто, я вырос в своих глазах в первую очередь. Вот, я, охранников пятерочку, спасибо. Уволите. Да, пара наметок есть на интересную работу. Но это будет видно где-то в середине сентября. Будет понятно. Тебе наверняка бабушки и дедушки рассказывали о том, что было в Великой Отечественной войне. Теперь ты почувствовал их рассказы иначе? У меня ж мурашки побежали. Да, и бабушки, и дедушки рассказывали. И просто с ветеранами встречался, и с афганцами встречался. И, кто Чечню прошел. Рассказывали. Рассказывали они все равно мало. Я теперь понимаю, почему они мало рассказывались. Убивал. Такие вот глупые вопросы задают. И мне в том числе сейчас очень много задают людей вот этих глупых вопросов. А еще поедешь. Никому не хочу пожелать того, чтобы кто-то там оказался. Но ехать надо. Придется. Владимир, спасибо. Надеюсь, твоя жизнь сложится так, как ты хочешь. И ты сможешь вернуться к полноценной гражданской жизни. И забыть о том, что ты пережил. С вами была программа «Вместе к победе». В следующих эфирах будут другие военнослужащие. Не переключайтесь. «Вместе к победе» «Вместе к победе» «Вместе к победе» «Вместе к победе» «А если позволить lays не�마и мантаж制» входят один в дом дом тоже